Тот, кто не убивал мирных жителей, тот, кто не воровал, а именно с сердцем за Отечество, те у Бога на небе и за нас смотрят, на нас молятся и, соответственно, дают нам же победу. Только мы должны быть им достойны. Можно быть якобы праведным, не пить, не курить, не ругаться матом, говорить правильные слова, но при этом быть абсолютно равнодушным к тому, что творится на нашей земле, на нашей Родине. Это крайне неверно, потому что, опять же, как я говорил, что именно Отечество, это и есть люди. И когда мы видим, что вот эта вот сатанинская система оккупационная в России задавливает народ, порабощает, убивает духовно и физически, и не вставать на защиту людей, это есть преступление. Ты можешь обмолиться сколько угодно, но если у тебя нет любви к убиваемым, если ты не молишься, я понимаю, есть люди, которые не имеют опыта ни вооруженного, ни военного, ни какого-то управленческого, но есть опыт молитвенный, если человек не молится, понятно, что за свою душу, но и за свое Отечество, за русских людей, то я считаю, что это путь в погибель. Поэтому, если вот наши платочки объединятся, женщины начнут молиться за Русь святую, за возрождение Руси и возрождение русского духа, настоящего духа у русских, не россиян, не у советских людей, а именно у русских людей, которые забыли свое национальное самосознание, вот, и вот эти мужчины, которые возьмут, в самом деле, четкие руки, попросят у Бога прощения, покаются, вот, начнут исправлять свою жизнь, перестанут бухать, блудить, ругаться матом, то есть становятся настоящими людьми, то есть не позаборными хулиганами, а людьми настоящими, вот, начинают вставать за Родину, за Русь. Я уверяю, даже малым воинством победа будет за нами, потому что, если Бог с нами, кто против нас? А против нас сатанисты, такие же люди, которым руководит обычный чмо, сатана. Сказали бы, нелюди. Нелюди, да, им какая-то вот эта вот гнида, которая там под землей ими руководит, через их страсти, через их страсти, они нас, поэтому они сами подвержены страстями, и они нас пытаются заразить. Если мы будем заражаться, мы будем становиться такими же, как и они. Если мы будем освещаться, мы будем становиться, как ангелы. Поэтому есть свет, есть тьма. Почему сатанисты нас называют мракобесами, те, кто верит в Бога, да, и молятся, и подождут? Потому что это есть такое лукавство, то есть сам антихрист будет, это обезьяна, это будет противоположность Бога, вот, то есть мрак и бес, да, бес или есть мрак. Вот кто вводит людей в состояние бесовского, в разрад, в садомию, в пьянство, вот это вот, в какое-то ничего не делание, то есть там, в то, что творится. Это как раз и есть мракобесие. А когда человек призывает молиться, поститься, возрождать свое внутреннее яд, да, то есть быть преданным семьянином, растить детей, воспитывать так же, то есть чистым, добрым, светлым человеком, вот, нас почему-то называют мракобесами, то есть вот это и есть изменение сознания. Мы должны, конечно, этому именно противостоять, понимать, и бить в том числе врага их же оружием, то есть доносить до людей, что мы собор, первое, что мы это люди служения, то есть мы должны служить кому? Ну, отечеству, опять отечеству, это ближний, да, плюс мы должны собираться в собор, шутку собор, это брат право, брат лево, брат сзади, брат спереди. Сестры так же, все, это собор. И идти, соответственно, к пути возрождения Руси. И, соответственно, это духовность-нравственность, духовность для уже верующих, а нравственность для тех, кто не верит. Но Бог не всем сердце трунул, понятное дело. Но нравственность всегда была, у нас у русских есть такой код справедливости, который всегда, вот, мы всегда из любой ямы вылазили за счет именно кода справедливости. Нас можно там топтать, оскорблять, затаптывать, но где-то что-то у нас все равно это есть. Когда нас вот этот вот уже гайки подзакрутят, и когда уже резьба начинает срываться, код справедливости начинает нас возобладать, и мы начинаем подниматься. Мы начинаем вспоминать, что женщины – это хозяйки, матеря, дочеря, а мужчины – это воины, молитвенники, в первую очередь. Вот, тогда мы начинаем возрождаться, как раз. Поэтому и вот эта духовность-нравственность – это и есть наша сущность у женщин и у мужчин, которые мы пока что, к сожалению, потеряли. В будущем я уверен, что мы это приобретем, потому что много очень зависит от головы. Вот, допустим, если монаху повесить вокруг комнаты его кельи портреты обнаженных женщин, он начнет оскверняться, он молиться не сможет. То же самое, что если какому-то человеку, молодому, повесить иконы вокруг, да, кто-то, конечно, будет рубить их топором. Это бесноватые, но их мало. В основном люди начнут воля-невольно общаться с иконами, говорить, на них будет исходить, соответственно, Дух Святой. Через молитвы этих святых. Вот. То есть это говорит о том, что нужна идеология, нужна смена картинки для молодежи, для людей. То есть для этого нужно привести к власти людей служения, русских людей. Русские – это опять же, да, мы о чем говорим, что? Русские люди – это вот русского духа. То есть есть народ русский – это малороссы, белороссы и великороссы. И русская нация – это все коренные народы России. Это наш один дом. Мы все русские. Все русские. Вот. И мы друг за друга должны душу свою положить. Вот я могу, воевал, да, справа от меня был татарин, друг мой, слева дагестанец, там, башкир, удмурт, якут. Все, это мои братья. Вот все мы русские. Вот враг на меня смотрит, говорит, о, русский идет. Он еще будет, о, это бурят, это дагестанец. Не, мы для них русские. И пока мы не поймем, что мы все русские, да, что у нас единое государство, без республики, без обрезаний всех этих, да, у нас одна земля, нам нечего делить. Тогда будет победа за нами. Так что у врага одна тема – разделяй и властвуй, и стравливай. А я буду на вас деньги зарабатывать и, соответственно, вами править. Вот наша задача – это отмести, объединиться, сатанистов вышвырнуть, да, ну, вышвырнуть, понятно, да, то есть, понятно, я так, я даруб, еще ни от кого не уходил. Вот. И взять власть в свои руки, навести порядок и привести, соответственно, людей служения к власти, которые у нас уже что делают? Создадут, построят социальный спирит государства, недра возвратят народу, за счет этого они проведут новую индустриализацию для построения, ну, для создания новых рабочих мест, чтобы люди работали, трудились, чтобы было у них право на труд, право на искусство, право на научную деятельность, на все действия, потому что они должны быть свободны, в них должна быть свобода, вот, воля проявления ихняя. И, соответственно, за счет этого мы будем уже строить, что? Это возрождать народное хозяйство и строить суверенную экономику. Для этого 50% людей должно пойти на землю. Земля – это кормилица, земля – это нравственность, земля – это культура, это все, это возрождение. Это, помимо, если мы говорим именно с точки экономики, да, это именно безопасность, продовольственная для России. Это все. То есть у нас не нужно ни нефти, ни газ. Давайте сеять, давайте сжать, да, вот, и тогда у нас Русь восстанет, восстанет, как она была всегда. И, соответственно, конечно, должно быть производство, да, которое у нас же, мы же богатейшая страна, богатейшая, да, страна в мире по ресурсам. Вот за счет этого мы можем строить что? Покупать технологии, не нефтедоллары сюда прийти, да, а, братья, мы, да, уже здесь делаем там из нефти топливо из леса, фанеру, древесину, да, то есть там доски распиливаем, там какие-то мебель, вот, пересылаем. За это они получаем и нефтедоллары, а станки, технологии. За счет этого уже начинаем здесь развивать наше производство. Вот, это производство, это рабочие, а сельскохозяйство, это наши уважаемые колхозники, да, там, крестьяне. Крестьяне. Крестьяне, это вот правило, крестьяне. А крестьяне-то есть крестьяне. Да, это кулаки, самые лучшие, да. Трудряги. Трудряги, да. То есть вот я поэтому желаю в этот день, чтобы мы как раз пришли к тому моменту, который вот, именно мироносцы, да, именно мироносцы, через Духа Святаго стяжали благодать и стяжали победу, да. То есть стали настоящими людьми, которые смогут не просто болтать на камеру, да, то есть там блогеры, вот, или там менеджеры, или охранники, а именно людьми дело. А человек дело, это трудяга, который пашет, сеет и остается станком, или же головой, да, то есть это инженер, это научный деятель, вот. Вот такие люди у нас должны быть.